Отлично, отлично, сегодня я решил вам рассказать кое-какие соображения по одной достаточно банальной теме, вокруг которой все топчутся и ни у кого ничего не выходит. То есть, все это, к примеру, 100 человек пришло решить вопрос, 99 ушло с вопросом нерешённым. А тот один, который его решил, через две недели забил и у него это тоже нерешённый вопрос. Вот так вот всё происходит и те методы решения, то есть тема нашего сегодняшнего вебинара «Как перестать жрать?», потому что для того, чтобы похудеть, нужно перестать жрать. не бывает таких продуктов, блюд, пожирая которые вы будете худеть. Не бывает. Пробовали ягоды годжи есть, пробовали есть вёдрами салаты, пробовали есть брокколи с тунцом, в общем апельсины килограммами, арбузы, гречневой диеты. Не работает, не выходит. Пробовали делать еду на пару, пробовали делать низкокалорийную еду, пробовали покупать специальную овсянку, там разные виды круп с кусочками похудевших частей тела, нарисованных на коробке с надписью фитнес, там и что вот на этой еде ты обязательно похудеешь. Пробовали, не выходит и много чего пробовали, ягоды годжи, зелёный кофе, что там ещё, в общем вы сами знаете. Я давно перестал следить за тем, что такое выпускается, что придумывается новое, чтобы можно было пожрать и при этом худеть. Не бывает такого, что вы будете жрать и худеть. Поэтому единственный путь похудеть – это перестать жрать. Но тут есть проблема. В чём эта проблема заключается? В том, что это не так просто. Скажите мне, кто из вас, на полном серьёзе, кто из вас слышал, что чтобы похудеть, нужно меньше есть и больше двигаться. Вот кто из вас это слышал, напишите пожалуйста в чат, это очень важно. кто не слышал, можно не говорить, можно не писать ничего. всё, остальные не слышали. Половина слышали, остальная половина не слышали. Окей. Понятно. Теперь скажите, кто пробовал меньше жрать и больше двигаться, и у кого сработало, у кого сработало, кто смог похудеть, а у кого не сработало, и тот всё-таки не смог похудеть, потому что… Напишите это, а я потом скажу, потому что… Так, так. Мало людей пробовали, мало. Остальные смотрели, как другие пробуют, но это ужасно, это ужасно, потому что те, кто хоть что-то пытаются делать, у них есть шансы, а кто сидит и смотрит за другими, у тех шансов нет абсолютно никаких. О, сработало, у кого-то сработало. Сработало. Насколько сработало и сколько держался у вас эффект? Напишите, сколько килограмм вы сбросили, сколько у вас было лишних килограмм, на вскидку, на глаз. Мы сейчас не будем углубляться в какие-то длительные точные измерения. Сколько у вас было лишних килограмм и сколько из этого вы скинули. И через сколько это все вернулось обратно? Так, скинул 45 лет. Ну, 45 лет скинуть – это серьезный результат, конечно. Я бы хотел узнать и в килограммах, а не в годах. Так, так, так. Сколько не ем, все черную дыру улетает. Вес набрать не могу. Это отдельная тема, отдельный разговор. И это тоже проблема, да. Есть люди, которые жрут просто и мечтают перестать жрать, чтобы похудеть. А есть люди, которые жрут и думают, что они делают нечто хорошее и хотят научиться жрать так, чтобы набрать вес лишний. Конечно, другого не получится у них набрать, кроме лишнего. Но вот это отдельная такая кастра. Итак, сбросил с 83 до 81. Ниже не могу, снова набираю. Окей. Был 87, сейчас 82. Остановился на 85. Начинаю усиленно опять. Стараюсь держать 82, рост 80. Так, так, так. Кто-то еще там что-то строчит. Подождем, подождем. Всех результатов подождем. Дальше я продолжу, потому что это важно. Категорически важно. Так, еще кто-то слышал, что так можно делать. Не взвешиваясь нифига, надо зеркало на зеркале пузо. Окей. Смотрите, в чем коллапс. В чем основной коллапс. То есть, мы знаем, что для того, чтобы похудеть, нужно перестать жрать. Как перестать жрать? Есть разные способы, которые летают в воздухе, на просторах интернета и так далее. Всевозможная еда, которую можно жрать, и ты перестаешь жрать. Но это на самом деле иллюзия. Сила воли. Сила воли. Ты взял и перестал есть меньшее. Но на самом деле, если нет конкретики, то меньше ты есть не будешь. Тренировки. Ты, в общем-то, пошел что-то поделал, два дня, три дня забил, бросил и все. И вот так примерно все и заканчивается. Так, кто-то еще там нам что-то пишет. Ой, извините, чуть-чуть. Почему жор не уходит? Почему жор не уходит? И как сделать так, чтобы он ушел? Вот сегодня как раз таки мы постараемся разобрать эту проблему. Но сразу скажу, что разобраться в этой проблеме смогут только те, кто включат мозги. Кто хочет получить инструкцию, типа, с утра ешь огурец, вечером морковку, на обед ешь овсянку и запивай это водой мокрой, прозрачной и типа все будет хорошо. Вот таких инструкций нету. Их просто не существует. Такие вот дебильные инструкции, которыми наполнен интернет, ну типа там пару продуктов, по сколько-то там раз ешь типа и все хорошо. Они создают такую псевдоуверенность в том, что вы что-то поняли и вы сможете решить этот вопрос. Делается это для того, чтобы читали статьи, чтобы смотрели видеоролики, чтобы смотрели рекламу рядом с этими видеороликами и чтобы вы не похудели никогда, чтобы вы никогда не перестали жрать, потому что как только вы перестанете жрать, вы сразу же перестанете интересоваться этим контентом. И, соответственно, вы не будете смотреть рекламу и производитель этого контента, соответственно, ну как бы не будет, будет терять свою аудиторию. Это есть нехорошо. С точки зрения маркетинга это категорически ужасно, поскольку у меня с маркетингом все очень плохо, поэтому я один из немногих, кто выдает тот контент, который рабочий. Так вот, чтобы разобраться в этом вопросе, чтобы понять суть, нужно будет включить мозги. Об этом я попрошу сегодня вас. То есть, основные, что бы мы ни видели в интернете, подавляющее большинство решений, которые есть, они ведут не туда. Почему они ведут не туда? Потому что вы хотите какое-то простое, примитивное, дебильное, извините за выражение, решение вашего вопроса. Такого решения нету. Нужно включать мозги и немножечко ими шевелить, чтобы найти это решение. Значит, в чем вообще суть жора? Чтобы избавиться от жора, то есть мы уже с вами поняли, что нельзя перестать жрать, пожирая какие-то продукты, которые якобы отучат вас либо жрать, либо вы будете их есть, вы похудеете. Чтобы перестать жрать, нужно просто перестать жрать. Как перестать жрать? Вот к сути вопроса мы как раз таки и подходим. В чем причина жора вообще? Причина жора в том, что вы не можете остановиться. Вот вы начинаете есть, и вы не можете остановиться. И вы постоянно голодны. Вы постоянно думаете о еде, и вы не можете остановиться. Это мы все знаем, да, но это важно было проговорить, чтобы вы более четко ощутили ту ситуацию, в которой находитесь. Почему вы хотите постоянно есть? Потому что ваш организм голодает. Потому что ваш организм голодает на клеточном уровне, и вашему организму постоянно не хватает каких-то питательных позиций. Этих питательных позиций огромное количество. Основные там белки, углеводы, витамины, микроэлементы, там минералы, жирные кислоты и так далее, и так далее. Так вот, если вашему организму чего-то не хватает на клеточном уровне, то, то есть какой-то части клеток не хватает чего-то, да, то посылается сигнал голода сюда, сюда, в голову, в мозг. Мозг, соответственно, посылает сигнал вашему организму, в общем, у вас появляется желание есть. У вас появляется желание жрать. И, соответственно, вы хотите есть. То есть, почему мы хотим жрать? Потому что на клеточном уровне не закрыты какие-то пищевые позиции. Это важно понимать. Почему эти позиции не закрыты? Несмотря на то, что вы постоянно жрёте, вы можете есть всё подряд, какую-то фастфудную еду, какую-то полуфабрикатную еду. Ух ты, ух ты, что ж это такое? Один момент, зарядку подключу. А вы можете есть какую-то полуфабрикатную еду, можете есть какую-то низкокачественную еду, можете есть очень качественную еду и из хороших здоровых продуктов, и всё равно будет этот дефицит. Проблема большинства моих коллег, не хочу никого оскорбить, не хочу никого убить, но такое ощущение, что у всех вместо головы брокколи и тунец. То есть, вместо мозга брокколи и тунец. И никому не приходит в голову, что нужно наладить пищеварение, настроить пищеварение, потому что если еда не переваривается, то есть, то, что вы съели, не переваривается, не усваивается и не доносится клеткам нашего организма в нужном количестве, в нужное время, то, соответственно, вы хотите есть. То есть, принято считать, что для того, чтобы организм получил всё, что нужно, достаточно положить это в тарелку и проглотить. И типа дальше всё само там растворится, усвоится. Такая стратегия не работает. Это в машине. Вы наливаете в бак бензин и всё хорошо. Но тоже бывают нюансы. Там где-то свеча залилась, либо потухла, либо что-то ещё. И по факту там куча белого дыма, либо чёрного. И машина не едет так, как нужно. Вот в организме бывает то же самое, только процессы и нарушения, они только сложнее. Но простота в том, что не нужно ехать на СТО. Решить этот вопрос можно достаточно просто. Так, значит, вот такая вот фигня. Эту фигню, вот этот нюанс очень важно понимать. То есть, если у вас плохо с пищеварением, с обменом веществ, то, соответственно, вы можете есть всё, что угодно. Самую полезную, самую прекрасную еду. И вы будете голодать. Если у вас с пищеварением стало всё хорошо и более-менее нормально всё с рационом. То есть, смотрите, причин жора немного, их очень-очень немного. Первая причина – у вас нет в рационе нужных продуктов. Это причина нередкая. Вторая причина – пищеварение не работает достаточно эффективно. И, соответственно, организм не слишком быстро усваивает все полезные вещества и не доносит все питательные позиции в нужные места, в нужное время, в нужном количестве. Соответственно, бывает так, что проблем две сразу. То есть, беда с пищеварением, с обменом веществ и с рационом. Бывает так, что с рационом всё идеально. А вот с пищеварением большая проблема. С обменом веществ, в том числе, большая проблема. И никто не видит в этом проблему. Я удивлён, как люди годами, годами и десятилетиями делают одно и то же, получают тот же результат, который их не устраивает. Им кажется, что они будут продолжать делать то же самое. И каким-то чудом, каким-то чудом у них всё получится. Но не получается, делаем то же самое. Не получается, делаем то же самое. Не получается, сколько можно топтаться на месте, делать то же самое и всякий раз получать не тот результат. Это крайне тупо. Ну вот, например, в стандартных, скажем так, канонах фитнес-индустрии принято очень много жрать белка. Очень много жрать белка. То есть, если мне рассчитать на мой вес, то мне нужно есть килограмма полтора мяса в день. Ну, блин, если я буду есть такое количество мяса в день, то извините за выражение, я буду срать этим мясом. Мне будет плохо, я буду весь в прыщах. И, наверное, у меня будут ещё жуткие головные боли. У меня будет, в общем, будет много-много неприятных нюансов. И вот в чём парадокс. Парадокс в том, что люди, пытаясь закрывать все пищевые позиции согласно табличным вот этим нормам, там столько-то нужно белка, столько-то углеводов и так далее. И вот эти нормы, они, как правило, очень сильно завышены. И если вы пытаетесь их выполнять, то, соответственно, вы переедаете. Если вы переедаете, эффективность пищеварения портится. И по факту вы просто постоянно кормите свой унитаз вместо того, чтобы кормить себя. И жор у вас усиливается, 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 усиливается. И очень частая проблема у ребят, которые начинают качаться, они много едят. Потому что им кажется, что, значит, типа килограмм мяса, которое они съедят в день. Ну, мясо килограммами мало кто ест. Обычно покупают такую пудру белковую. Протеиновые порошки разводят их и, значит, как бы все хорошо. Но они тоже уходят, как правило, в унитаз. И по факту ничего хорошего не происходит. Поэтому для того, чтобы вы перестали обжираться, нужно наладить ваше пищеварение. Как только вы наладите свое пищеварение, как только вы наладите свой обмен веществ, и у вас будет более-менее нормальный рацион, то будет следующее. Вы будете есть то, что хотите, когда хотите, сколько хотите. И при этом это будет именно то, что нужно вашему организму, в том количестве, в котором нуждается ваш организм. И наступит то самое, в общем, утопическое нечто, что вот ем все, что хочу, когда хочу, сколько хочу, и не толстею. И это не является чем-то нереальным. Это абсолютно реально. И так, на самом деле, должно быть. И таких людей немало. И наверняка вы таких лично знаете, которые просто говорят, ну, надо слушать свой организм. Просто там, ну, не сильно обжираться. И вот как-то так. И у них все хорошо. Вот этого состояния очень легко достигнуть. Так, что тут у нас в чате творится? Я не могу понять. Какой-то Василий нагадил в комментариях. Так, мы его забанили. Окей. Так, так, так. Пережевать пищу. Я не буду останавливаться на такой фигне, как там пережевать пищу, сколько раз, что у Вас должно быть в рационе. Это отдельная тема, очень глубокая. По таймингу у нас, я сейчас закончу достаточно быстро и еще буду отвечать на вопросы. Это будет где-то около часа. Я не успею все эти мелочи вам проговорить. Да и к тому же... Так. Угу. Вот такие вещи. Вам нужно наладить пищеварение и обмен веществ. То есть, я Вам показываю, в каком направлении нужно копать. Это очень важно. Если Вы это поняли, больше, чем половину проблемы Вы уже решили. Хотя, опять же, то, что выдаю я, оно во многом противоречит общепринятой информации, то есть, как надо делать. И поэтому, поэтому, многие люди, которые зазомбированы уже стандартными рекомендациями, они не верят, что все настолько просто и предпочитают делать вот эти вот все вещи, которые делают все, но они при этом не приводят к желаемому результату. Поэтому, чтобы решить вопрос, чтобы достигнуть успеха в этом достаточно простом деле, очень простом элементарном деле, Вам нужно мыслить не как все, не как серая масса. Нужно добавить немножечко, ну чуточку креативчика, немножечко своего мнения, немножечко своих мозгов, вот совсем чуть-чуть. Если это будет, то у Вас, скорее всего, все будет хорошо. Так, почему жор не проходит, и что говорит наука? Наука ничего не говорит по этому поводу, абсолютно ничего. Так, и как же нам, как же нам действовать? Как же нам действовать? Что же нам делать? Что же нам делать? То есть, я Вам рассказал причину и взаимосвязь. Как это работает и, в общем-то, что нужно делать. А действия достаточно простые, чтобы наладить систему пищеварения, нету таких таблеток, нету каких-то особых ингредиентов, особых продуктов, пожирая которые, у Вас хорошо будет работать система пищеварения и обмен веществ. Такого просто нету. Поэтому здесь работают простые, примитивные фишки. Такие как голод, то есть, нужно применять голод. Это немножечко такая жестокая штука, но очень эффективная. И проблема в том, что заменить ее нельзя ничем. Это нельзя поручить своей секретарше, это нельзя поручить своей бабушке, которая сделает это за тебя. Это нельзя поручить своему соседу, это нельзя поручить своему тренеру. Это нужно сделать самому. То есть, все эти вещи нужно сделать самому, потому что никто, кроме Вас, их не сделает. Что же нужно делать, чтобы наладить свое пищеварение? Первое правило, которое очень важно соблюдать Перед тем, как поесть, нужно хорошо проголодаться Поскольку, если вы не проголодались и постоянно проталкиваете ту еду, которая есть уже в вашей системе пищеварения Проталкиваете просто новой едой, она не успевает перевариваться То с каждым обжираловым эффективность вашего пищеварения падает Потому что, если бы ваш организм переваривал бы еду в таком огромном количестве, в котором вы ее посылаете себе То вы бы, наверное, умерли, потому что организм постоянно при каждом обжиралове снижает эффективность пищеварения То есть, меньше усваивает и хуже переваривает Потому что, если бы он все это усваивал, то были бы пищевые отравления от перенасыщения питательными веществами Именно поэтому, когда, к примеру, часто люди приходят с непривычки на тренировку Делают очень интенсивную тренировку и выходит еда наружу Почему так происходит? Потому что во время движения происходит стимуляция пищеварительных процессов Вообще, стимуляция всех процессов происходит И, прежде всего, происходит массаж всех внутренних органов Органов пищеварения, конечно же, в первую очередь И в этом процессе очень много усваивается еды, которую вы съели Она резко активнее переваривается и активнее усваивается И поэтому организм перенасыщается питательными веществами И это все выходит наружу Вот так вот все просто И для того, чтобы повысить эффективность пищеварения, вам нужно Перед тем, как поесть, нужно обязательно проголодаться Вы должны быть голодным Реально голодным Тогда у вас будет нормально выделяться желудочный сок И у вас будет меньше шансов обожраться Дальше Два раза в неделю с промежутками раз где-то в три дня Вы должны голодать хотя бы по полдня То есть вторую половину дня Вторую половину дня ничего не есть Только пить воду по стаканчику 200 мл в час Чистую прозрачную воду И голодным уложиться спать Это жестоко Это жестоко Но, как я сказал, ну, немножечко жестоко То есть жестоко, в принципе, голодать, наверное, дней 50, 30, 20 и так далее Но долго голодать нельзя Не буду рассказывать, почему сейчас подробно Потом, если слишком долго голодать То с пищеварением такие будут проблемы тоже И потом его нужно будет заново налаживать Так вот Вам нужно голодать два раза в неделю по полдня Во второй половины дня и пить воду Очень важно уложиться спать голодным Низкокалорийные продукты, которые якобы вам кто-то разрешил Кто-то рассказал, что их можно есть И это почти голод Это не катит Есть овощи, есть фрукты по ведру тоже не катит Голодать это значит не есть ничего Дальше, что вам еще нужно делать? Вам нужно начать шевелиться То есть если вы не тренируетесь никак вообще Вам нужно начать тренироваться Очень, очень, в общем, либо Ну, в общем, дам вам простую тренировку Которая будет достаточно для того, чтобы решить Сей вопрос Значит, два раза в неделю Можно в голодательный день, можно в неголодательный день Кстати, если вы будете тренироваться в голодательный день на голодный желудок То эффективность ваших действий будет повышена в разы И голод переноситься будет легче Поскольку можете проверить сами и убедиться То есть если вы приходите на тренировку голодным И очень голодным Вы начинаете тренироваться Проходит минут 10 и голод куда-то уходит Почему он уходит? Потому что система пищеварения начинает использовать Те недопереваренные частицы еды, которые в ней остались И таким образом голод уходит Вот, если тренироваться в голодательный день То эффективность наших действий будет выше Она будет выше Как тренироваться и что нужно делать? Значит, есть свои тонкости в этом процессе Все, у кого есть индивидуальная программа тренировок и питания Которую я описал В принципе, эту программу можно делать И все мои программы индивидуальные дают Написанные мной Дают нужный эффект на организм Который помогает настраивать систему пищеварения У кого ее нету Я сейчас скажу, что нужно делать Значит, вам можно либо бегать, либо плавать Либо прыгать на скакалке Три варианта вам даю Один из трех выбрать вы сможете, конечно, же Значит, как нужно бегать? Объясняю на примере бегать На примере бега и на остальные виды активности Можно будет это все переложить Выходите на исходную Бежите первые пару сотен метров легким темпом Разогреваетесь Дальше Ускоряетесь Бежите темпом выше среднего Но ниже максимального Такой вот медиум Медиум вариант Медиум скорость выбрать Между средним и максимальным Своим темпом Значит, дальше вы в таком темпе бежите До первой одышки Ловите одышку Переходите на ходьбу В режиме ходьбы делайте 5-7 очень глубоких вдохов и выдохов Таких вот Как только вы восстановили дыхание Вы бежите сразу же опять Вот Это простая тренировка Подходит для тренированных людей Для нетренированных Для тех, кто когда-то бегал Для тех, кто не бегал никогда У кого лишнего веса очень-очень много В силу возрастных разных причин Кто бегать не может Кому бегать очень тяжело Кто получает одышку Просто вот ускоренной ходьбы Можно переложить этот алгоритм На ускоренную ходьбу И суть в том, что Вот вы получили одышку Восстанавливаете дыхание в режиме ходьбы Дальше Дальше Вы опять бежите В ускоренном режиме Но не максимальном Опять ловите одышку И так по кругу И так 40-60 минут Это нужно делать Два раза в неделю С первыми В 2-3 дня Дальше У вас должен быть Более-менее нормальный рацион Потому что Если в рационе у вас проблемы То жор у вас будет вечно Например Если вы Имеете в голове Каких-то Вегетарианских Веганских тараканов Вегетарианство Веганство Веганство Это не полноценный рацион Что бы там они не рассказывали Если вы посмотрели Какие-то видеоролики И у вас появился такой бзик Что вы теперь не едите мясо Потому что вы очень любите животных Вы там Может быть едите только рыбу Либо вообще Вы веганируете И не употребляете белки животного происхождения Потому что это индустрия смерти Вы гуманный человек И все такое Это существенный перекос В вашем рационе Есть решение Есть решение Как сохранить Свои гуманные Вот эти Жизненные принципы И при этом Нормально питаться Есть решение В биодобавках Разнообразных Вот Но это скорее Сейчас я рассказывать об этом Конечно же не буду Да, кстати Кстати, кстати После После вебинара И в целом Если у вас появятся вопросы Из области моей компетентности По тренировкам по питанию Вы всегда можете задать Написав мне В личку фейсбука Либо контакта Я вам подскажу Что нужно делать Что и как нужно делать Если это вопросы простые То я отвечу вам На них сразу же Если это не простые То я отвечу вам Возможно на них Не слишком сразу Но Как минимум Скажу вам В каком направлении Вам нужно копать И какие Ошибки вы делаете И Почему вы топчитесь на месте Значит Кнопки Значит Ссылки есть В этом самом Под этим чатом Под Моей говорящей головой Под видео Ну и так же В принципе Многие сидят у меня в друзьях Там подписанные И так далее Но почему-то стесняются Боятся Боятся что-то написать Вот Есть решения Для Веганят Даже Но На них я сейчас Распространяться не буду В принципе Кому интересно Могу рассказать Более подробно В личной беседе Но Так Значит Так вот У вас Должен быть Достаточно То есть Я вам рассказал Что нужно голодать Это первое Но нужно голодать Умеренно Потому что Если будете много голодать То вы получите Обратный эффект Нужно шевелиться Для того Чтобы стимулировать То есть Вы делаете Благодаря тому Что вы двигаетесь Вы делаете массаж Всем своим внутренним органам Это крайне важная фигня И нужно Сделать свой рацион Более-менее полноценным Более-менее полноценным То есть Вы должны есть Каждый день Мясо Вы должны есть Фрукты, овощи Вы должны есть Кашу Не овсянку 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 есть Не запрещено Но Это не считается Я вообще не считаю Кашу овсянкой И не понимаю Почему так много людей Ее едят Получают Не тот результат Который хотели бы И продолжают ее есть Свято веря В то Что она принесет Им что-то хорошее Овсянка Это одна из самых Бесполезных каш Которые В общем-то Можно было Придумать И почему ее Продвигают Как нечто Здоровое Пища И так далее Непонятно Мне Но Что поделать Раз прижился Этот миф Кто прижился Нормальную кашу Нужно есть Имеется ввиду Гречка Пшеничная Крупа Там Рис Кукурузная И так далее И так далее Либо цельнозерновую Либо грубого помола В хлопьях Кашу есть не нужно То есть каша Которая В готовом виде Превращается в сопли Вот это не то Это не то Что я имею ввиду Значит Мясо Кашу Фрукты Овощи Зелень Это должно быть В вашем рационе Каждый день Очень часто Очень часто Очень часто Бывает так Что люди Годами не едят Нормального белка Вот если посмотреть Заглянуть в тарелку Обычного Среднестатистического Человека То В его рационе Из белка Что есть Какие-то сосиски Какая-то колбаса Курица Может быть Это в лучшем случае И там Копченая рыба Какая-то проскакивает Этого всего Недостаточно Обязательно Нужно есть мясо Потому что По Пропорциональному Аминокислотному Составу Это Курица Значит Морепродукты Они не дотягивают До мяса И даже если В табличках Все замечательно Вы смотрите Там таблицы Какие-то учебники По диетологии И там Написано Что там Столько-то белка В курице Там больше Чем в говядине Вроде бы Но по факту Ваш организм Не закрывает Все те пищевые позиции Которые должен закрывать Я сейчас не буду углубляться Долго В Теоретические нюансы Почему так Но тем не менее Если вы хотите Получить результат То можете просто сделать То что я сейчас говорю Если хотите Супер подробный ответ То можете заказать Консультацию у меня Но она стоит дорого Поэтому Поэтому Вот такие вот нюансы Да Кстати Вопросы Которые у вас возникают Параллельно Пишите Пишите в чат И в конце Я на них отвечу Вот Если делать эти вещи То все ваши усилия Все ваши старания Они будут оправданы Потому что Ваши действия Будут эффективны Действия могут быть Эффективны Могут быть неэффективны То есть Если просто бросить есть И стараться меньше есть Так как вы питаетесь Уже В 99 В каких 99 В 100% случаев Вы питаетесь неправильно И поэтому Если вы будете Заставлять себя Меньше просто есть Лучше То есть Вы не знаете Насколько меньше нужно есть Вот Периодичность Дозировки Баланс в продуктах Как двигаться То есть Больше двигаться Ну допустим Вы ходили Ездили на лифте Стали ходить И там По ступенькам Постная фигня Все это Не поможет И не спасет Вы там Допустим Ставили машину Под домом А теперь Решили ставить На парковке Куда идешь 10 минут Да Вы по факту Стали больше двигаться То есть Такие Деревянные методы Они не работают То есть Здесь нужна Стратегия Вот Элементарно Самую простую Стратегию Которая даст вам Хоть какие-то результаты Я вам уже дал Она простая Она элементарная Вы когда это слышите Думаете Блин Ну Это так просто Что вот Наверное Оно не работает Да Но для того Чтобы это работало Нужно всего лишь Это сделать Ну конечно же Как вы понимаете Уговариваю сейчас Вас Сделайте Пожалуйста Сделайте Пожалуйста Сделайте Пожалуйста Я вас не буду Что кстати Интересно Интересно то Что я провожу Постоянно курсы По похудению По чистке организма По другим тематикам Я провожу курсы Интересно что Они платные Кстати Все мои услуги Изначально были платные Если у большинства Моих коллег Там сразу Эй ребята Я снимаю Классный контент Я вам рассказываю Там Открываю глаза На правду Рассказываю вам Как надо питаться Как надо тренироваться Все бесплатно Все замечательно А потом начинаются Продажи каких-то Стероидов Какого-то Спортпита Сомнительного Качества Какой-то постной Фигни У меня же Все по другому Изначально Мой проект Был платным То есть Ничего не поменялось С дня основания Я ни разу Не переобувался И Изначально Все было прозрачно И платно Почему Я сделал Свои услуги Платными Да просто Потому что Бесплатно Никто Ничего Не делает Я вам расскажу Очень смешную вещь Очень смешную вещь Если я наберу Если я дам Объявление сейчас Эй ребята Кто хочет похудеть Гоу ко мне На марафон Там Марафон По похудению 30 дней Все бесплатно Там Приходите И худейте Смешно то Что Придет Людей меньше Чем если бы я То же самое Сделал за деньги Вот Серьезно Меньше людей пришло бы Намного Второй нюанс И то есть Что мне лучше Делать Бесплатно Говорить Маленькому Количеству Людей Либо платно Говорить Большому Количеству Людей Вот Второй момент Который тоже Такой достаточно Парадоксальный Состоит в том Что люди Которые приходят Бесплатно Хотя Что тут Парадоксального Ничего Они нифига Не делают Просто Они нифига Не делают И соответственно Они не получают Результаты То есть Человек приходит Бесплатно Его нужно Убедить Его нужно Уговорить Чтобы он Поверил В то Что это Сработает Не верится Почему Потому что Вот То что Вы уже знаете А знаете Вы много Потому что Вы много Смотрели Потому что Много контента Есть На тему Похудения Фитнеса И так далее Это все Не сработало И у вас Есть уже Какие-то Свои убеждения В которые Вы очень Верите Чтобы Получить Нужный Результат Нужно Делать Не то Что вы Уже Делали Не то Что Уже Не давало Вам То есть Вы делали Что-то А это Не приводило К результатам То есть Очевидно Что нужно Делать Что-то Другое И Большинство Людей Почему-то Уверены Что Они Специалисты Специалисты Вот В похудении В этом Всем деле На основании Того Что они Посмотрели Много Видеороликов Которые Вроде бы Говорят О чем-то Умном Но Выполняя Все эти Рекомендации Ничего Не получилось Так вот Тут результат Такая Упрямая Вещь Что если Он есть Значит Вы делаете Что-то Правильно Если его Нет Значит Вы делаете Вы ничего Правильно Не делаете Вот Так вот Нюанс В чем Парадокс В том Что Для того Чтобы получить Нужный Результат Нужно Делать Не то Что вы Делали И Это Не привело Вас К результату А нужно Делать То Чего Вы еще Не делали И вот Мои методы Все мои методы Это Мои методы Я Нигде Не Подсматриваю Их Я Нигде Их Не вычитываю Я Их Нигде Не ворую Я Придумываю Их Сам Ну И плюс Есть у меня Профильное Образование Которое Позволяет Мне Производить Эти методы Обладая Некими Знаниями И навыками Кстати Те Кто Изучал НЛП Скажут Что Если я Почесал Нос То я Вру Ну У меня На самом Деле Зачесался Нос Иногда Знаете Боюсь Думаю Отведу Куда-то Глаза Не туда Какой-то Дурачок Который Начитался НЛП Книжек Вспомнить Что это Свидетельство О чем-то Очень опасно Так вот Нюанс То в том Что Люди Которые Приходят Бесплатно Ко мне Каким-то Чудом Попадают Раньше Так было Они Нифига Не делают Нифига Не делают По двум Не вложили Соответственно То есть Нет у них Никакого якоря Чтобы дойти До конца А вторая Причина Слишком много Противоречивой Информации То есть Они считают Себя Специалистами И я должен Их еще Убедить А информация Противоречивая И поэтому Возникает Много споров Чего не возникает С людьми Которые Пришли За деньги Они приходят Делают И получают Результат Вот Такая Вот история Поэтому К чему я Это все Говорю К тому Что Для того Чтобы получить Результат Вам нужно Начать Это делать То есть Я не прошу Вас Избивать Пенсионеров На улицах Я не прошу Вас Делать Какие-то Моральные Вещи Я даю Вам простые Инструкции Хотите Получить Результат Делайте Не хотите Я вас Перебеждать Не буду Я не буду Вас уговаривать Ай пожалуйста Сделайте Ай пожалуйста 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 Вот Для этого Я это все Вам Очень важный момент Вся еда Которую Вы потребляете Она Должна Быть Вкусной Потому что На невкусную еду Система пищеварения Не работает Именно поэтому Все что вы знаете О правильном питании Лучше вообще Забыть И важно Не обжираться То есть Есть у вас Вот кулак Ваш кулак Вот Вот ваш кулак И сколько Вы можете Вложить в этот Объем Столько же Вы Можете съесть Больше того Кулака Есть Нельзя Между Приемами пищи Нужно Делать Перерывы Минимум Два Часа Минимум Два Часа И В каждой Прием пищи Нужно Включать Фрукты Либо Фрукты Либо Овощи Либо Зелень Объем Приема Пищи То есть Не превышать Объем Приема пищи Намного важнее Нежели Калорийность Этого Приема пищи То есть Вы можете Забыть О том Что нельзя Есть Высококалорийную Там Жирную Сладкую Еду И Начинайте Просто Есть Нормальную еду Нормальной жирности Вкусную еду Но Не превышая Этот Объем Очень важный Момент Если вы Где-то Слышали Что можно Жрать Ведро Фруктов И все Будет Хорошо Нельзя Этого Делать Потому что Если вы Превышаете В объеме Тот лимит Который Эффективно Может переварить Вашу систему Пищеварения В ваш желудок То Эффективность Пищеварения Резко Падает Очень важно Не заполнять Объема Желудка Более чем На 80% Ну а Лучше Конечно же Чтобы там Было побольше Свободного Места Вот И В день Можно есть Не более Четырех Раз Кулак Перерывы Между Едой Два Часа Остальные Правила Которые Я вам Сказал Я думаю Вы запомнили Вот такая Простая Штука Если вы Это будете Делать Если вы Будете Это Выполнять То Вы Заметите Что Через 2-3 Недели Жор Куда-то Уходит И дальше Вам себя Контролировать Все легче И легче Еда Стала Вкуснее Жить Стало Приятнее И ярче Теперь Поговорим О Мотивации Не Ищите Какую-то Зашкаливающую Мотивацию Не ждите Что вы Посмотрите Какой-то Ролик Прочитаете Какой-то Текст И как Замотивируетесь Вот как Замотивируетесь И вот Все Вам Не нужно Будет Прилагать Силы Воли Вообще Не чуть-чуть И вы Будете Нестись На крыльях Этой Мотивации Все Будет Классно Не будет Так Не Будет И даже Если Будет То эта Мотивация Очень-очень Быстро Пройдет Поэтому Здесь Нужно Что Первое Заняться Делом У очень Многих Людей Жрачка Превратилась В нечто Такое Знаете Такой Вот Вид Досуга Что Делать Пойду Пожру Вот Если Это Ваша История Вам Нужно Заняться Делом Либо Заняться Делом Либо Заняться Какими-то Развлечениями Но Вы Должны Быть Всегда Заняты Потому Что Если Еда Это Ваш Основной Вид Досуга Это Ужасно Это Ужасно И Пока Вы Не Поменяете Этот Вид Досуга На Другие Досуга Не Поменяется Ничего Вы Просто Будете Тратить Огромное Количество Сил И Воли Ну Это Как Блин Перед Вами Вы Голодные Перед Вами Тарелка Жрачки И Вы Ее Не Едите Но Это Издевательство Жрачка Всегда Победит Как В Некоторых Фильмах Американских Я Видел Как Жирные Люди Попладут Перед Собой Сникерс И Говорят Я Сильнее Тебя Я Мощнее И Так Далее В борьбе С Сникерс Всегда Побеждает Сникерс То же Самое Не Нужно Бороться С Жрачкой Нужно Заняться Просто Делом Заняться Делом И Конечно У вас Должна Быть Мотивация Скажем Так Не Слишком Зашкаливающая Потому что Зашкаливающие Мотивации Они Быстро Уходят И Ваши Телодвижения Все В направлении Похудеть Они Быстро Заканчиваются Поэтому У вас Просто Должны Быть Причины Причины Какие Вы Хотите Классно Выглядеть Вы Хотите Хорошо Нормально Выглядеть Вы Хотите Хорошо Себе Чувствовать Вспомните То Время Когда У вас Все Было Нормально Вы Не Были Крупным Жирным У вас Не Было Лишнего Веса В Слишком Большом Количестве Если Сложно Вспомнить Это Время То Представьте Представьте Что Вы Просто Похудели И Это Классно Есть Много Людей Которые Жирные Всегда И В Похудевшем Состоянии Они Себя Просто Не Помнят Вот И Таким Образом Немножечко Мотивации Немножечко Силы Воли Занимаетесь Делан Применяете Эти правила Которые Я вам Уже Сказал И Потихоньку Вы будете Двигаться В нужном Управлении Вот Как раз Таки Фишка Фишка Моих Курсов В том Что Если Вы Идете В потоке С группой Если Каждый День Вам Дают Список Задач Которые Вы Должны Выполнять Это Облегчает Это Уменьшает Затраты Силы Воли И Вы по факту Ну По факту Легче Легче Проходить Но В принципе Используя Вот эти Простые Фишки Вы можете Сами Тоже Сделать Достаточно Неплохие Двиги Ну В целом Конечно же Похудеть Это Настолько Элементарно Что Мне Долгое Время Даже Неинтересно Было Об этом Говорить Но Поскольку Это Актуальный Запрос То Для вас Конечно же Для вас Конечно же Я готов Поделиться Этой Информацией И Кто бы Вам Что Не Рассказал Какая Реклама Не Появилась Не Нужно Вестись На Рекламные Какие Заманухи Что Есть Некая Еда Которую Можно Жрать И Не Толстеть Есть Сахарозаменители Есть Кондитерские Изделия Которые Обезжиренные На Чем-то Бессахаренные Их Типа Можно Жрать И Не будете Толстеть Нельзя 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 Ещё раз Нельзя И Опять же Если вы едите Невкусную Еду А обезжиренная Еда Низкокалорийная Еда Это невкусная Еда Это еда Которой Вообще Невозможно Питаться Ваша Система Пищеварения Не включается И Вы Делаете Себе Только Хуже А Разжиреть На Низкокалорийной Обезжиренной Несладкой Еде Намного Проще Чем На Жирной Как Ни Странно Как Ни Странно Как Ни Парадоксально Так Подходим Так И к Вопросам Да Ещё Одна Мотивация Очень Интересная Мотивация Которая Мне Помогла Многие На меня Смотрят И думают Что я Никогда Не был Жирным Поэтому Я вас Не смогу Понять Я Не понимаю Почему Но К сожалению К сожалению Самые популярные Тренеры По похудению Назовём их Так Это Какие-то Жирные Тётки Какие-то Домохозяйки Какие-то Дядьки Которые Просто Каким-то Чудом Потеряли Свои килограммы И На них Смотрят Как на Как на Моисея Смотрели Евреи В своё Время Вот Что Там Он Несёт Свет Что Вот С ним Точно Мы Похудеем И Эти Чуваки Там Снимают Свои Блоги Пишут Книги У них Море Поклонников Нет Это неплохо Я им не завидую Конечно же Но Я До сих пор Не понимаю Почему Вместо того Что обратиться К специалисту Людей Привлекают Вот такие Вот вещи И Многие Мне Говорили Следующее Типа Если Ты Специалист То Покажи Насколько Ты классно Владеешь Умеешь Управляться Со своим Весом Типа Я должен Разжиреть До 120 Килограмм А потом Похудеть Это сделать Очень просто Очень просто Но Я не хочу Ходить Жирным Сколько Мне нужно Будет Набирать Лишний вес Ну Несколько Месяцев Да Не хочу Я Жирным Ходить Несколько Месяцев Это Настолько Такое Паскудное Ощущение Извините За выражение Я его Помню Я был Немножко Жирным Когда-то И вот Как раз Таки Подхожу К тому Месту Очень Очень Интересная Мощная Мотивация Которая Мне Когда-то Помогла Не Скатиться В эту Пропасть И вот Я в форме Сейчас Многие Не верят Что Ну Знаете Там Передосположенность То есть Если Я в форме То Многим Кажется Что Я просто Не могу Разжиреть На самом Деле Ну Я показывал Чем Я питаюсь Я питаюсь В принципе Обычно Едой Не заморачиваюсь По просчету Калорий И так далее И Многим Кажется Что я жиру Все подряд И типа Не толстею Нет Это на самом Деле Не так Потому Что Моя Стратегия Питания Она Максимально Адаптирована Под нормальную Жизнь И есть Некоторые Фишки Которые Просто Незаметны Невооруженному Глазу А Предрасположенность Набирать Лишний вес У меня Есть Как и У любого Здорового Нормального Человека Есть Способность Запасать Лишний вес Способности Запасать Лишний вес Нету Только У очень Больных Людей У очень Старых Истощенных Людей И у тех Людей У которых Плохо Работает Система Пищеварения Ошибочно Их Воспринимают Система Пищеварения Обмен Веществ Ошибочно Их Воспринимают За тех Людей У которых Все Слишком Классно Им Даже Завидуют И Они Рассказывают Что у них Типа Слишком Быстрый Метаболизм Ну Это Смешно Это Смешно Я Даже Не Буду Углубляться На Это Месте Но Этим Людям Можно Больше Посочувствовать И Если Вы У вас Есть Способность Запасать Лишний Вес Это Хорошо Это Лучше Чем Если Бы Вы Жрали По Ведру И Не Набирали Ничего Это Намного Лучше Поверьте Мне На Слово Ну Можете Не Верить Но Тем Не Менее Это Намного Лучше Значит О Своем Обжорстве И Подхожу К той Мотивации Которая Мне Помогла Не Обжираться Значит Когда-то Когда-то Очень Давно Когда-то Очень Давно Я Закончил Лицей С усиленной Военно Физической Подготовкой В Советском Союзе Эти Заведения Назывались Суворовскими Училищами Ну В Украине В Украине Как бы У нас Своя тема Поэтому У нас Они Суворовскими Не Называются Кадетские Корпуса Ну Вы Поняли В общем Это Два Года Казармы Два Года На Казарме И Полностью Армейский Распорядок Дня Достаточно Жесткий То есть Питание Там Режим Входим В форме Учимся Физнагрузки Разные Там Дисциплины Военно Прикладные Физуха Усиленная И так далее Ели бы Маленькими порциями Такими птичьими Для меня было непривычно Вот так мало есть И Ну Я жутко хотел Жрать Постоянно Постоянно Хотел там Жрать И И Вот Через Два Года Я Закончил Это Заведение Конечно На Каникулах Я Ел Много И Набирал Чуть Чуть Веса И Вот Через Два Года Я Выпустился Я Выпустился Потом Я поступил В институт Но Вот этот Промежуток Три Месяца После Выпуска До Начала Учебы Я Обжирался Достаточно Так Хорошо И В 17 Лет У меня Был Вес Ну Где-то Наверное Как Сейчас Легка За 80 Килограмм То есть Это Многовато Я бы Сказал Для Роста 170 Сколько Там Было У меня С небольшим Сантиметров Потом Я Кстати Подрос На Несколько Сантиметров Стало 176 Но Вот Как бы Сальцион Не было И Что Меня Остановило Я Помню Что Очень Сложно Было Перестать Жрать Я Если бы Я Тогда Имел Эти Знания Опыт Которые Имею Сейчас Если бы Мне Кто-то Тогда Объяснил Что Нужно Делать Вот То Что Я Сказал Сейчас Мне Было Бы В 10 Раз Проще Победить Этот Жур Но К сожалению К сожалению Такого Наставника У меня Тогда Не было Так Вот В 17 Лет Я Уехал В Большой Незнакомый Мне Город С Суммой Денег И С Небольшой Сумкой Но Блин Очень Тяжелой Сумкой Вещей В общем Уехал Я Можно Скать В Один Конец И С 1 Сентября Когда Мои Одногруппники Пошли На 1 Сентября Я Тоже Пошел С ними На 1 Сентября На Вот Эту Линеечку Но Разница Между Нами Была В том Что Я Пошел Уже После Ночной Смены Я Уже Устроился На Работу И Я Был Первым Кто Раньше Всех Начал Работать Я Правда Стеснялся Этого Никому Не Рассказывал Потом Все Думали Что У меня Красные Глаза Потому Что Я Торчу В клубах И так Далее Мне Было Достаточно Удобно И Мне Было Неприлично Говорить Что Я Работаю Потому Что Раньше Третьего Курса У нас Мало Кто Начал Работать Вот К чему Я Подвожу Блин Жрачка Это Очень Дорого Я Прикинул Я Посмотрел На людей Жирных Думаю Блин Откуда У вас Столько Денег Потому Что В Студенческое Время Денег Было Очень Мало И Я Ходил Я Учился На Стационаре И Достаточно Много Времени Посвящал Работе Но Студенты Даже Работающие Все равно Зарабатывают Мало Потому Что Студенты Если Ты Студент Первого Курса То Высоко Оплачиваемую Работу Получить Достаточно Сложно А Если Тебе Еще 17 Лет То Это Еще Сложнее Вот И Таким Образом То Я Понял Что То Я Плачу Либо Вот Эту Сумму Либо Вот Эту Сумму Либо Я Работаю Вдвое Больше Вдвое Втрое Больше Чтобы Прокормить Вот Эту Тушу И Вот Такая Простая Мотивация У меня Была Я Просто Понял Что Я могу Просто Есть Меньше Не Обжираться Буду Нормально Собечувствовать И Не буду Тратить Такое Количество Денег Кстати 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 Многие Кто Не хочет Прийти ко мне На курс По похудению Я конечно Вас туда не заманиваю Но Тем не менее Там Типа Нет Это все Типа Платно Все Такое Фигня Я там Сам Все Решу Думают Что Мои курсы Очень дорогие Мои курсы На самом деле Очень Недорогие И Я проводил Просчеты Вот Те курсы Которые длились У меня По два месяца В любом Случай Всегда На курсе Похудения Вот Те Деньги Которые Участники Должны были Потратить На жрачку Они их просто Не тратили И Мой курс Он всегда Окупается Он всегда Окупался И В чем фишка Фишка не в том Чтобы сейчас Побежать и купить Мой курс Хотя это тоже Неплохая идея В принципе Но Как бы Культуры Покупать Какую-то Информацию Про хотя бы Учения через интернет Но пока Что еще нет Но это тоже не проблема Вы можете просто сделать Те простые рекомендации Которые я вам дал Это будет конечно Сложнее Потому что Самому все это делать Самому себя контролить Это конечно же Сложнее Фишка в чем Фишка в том Фишка в том Что если вы Перестанете Обжираться Вы сэкономите Много денег И вы сможете Там себе Купить Новый телефон Вы сможете Съездить Дополнительный Раз Или два Или больше Куда-то В жаркие Горячие страны Вы можете Купить себе Какие-то Другие вещи То есть Среднестатистический Человек По моим Подсчетам Прожирает От 50 До 300 Баксов Лишних От 50 До 300 Баксов В месяц Лишних Если умножить Это на 12 То получается От 600 От 600 До скольки 300 умножить На 12 Это будет 3600 Правильно Вот такая Ужасная сумма От 600 До 3600 Баксов В год Что за эти деньги Вы можете Себе позволить Подумайте 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 Вот такая Простая мотивация Когда-то Мне Помогла Не жрать И Параллельно Я начал Копаться В питании Изучать Все эти вопросы Благо Я как раз таки Тогда поступил В Институт Физической культуры И спорта И мне было проще В этом плане Потому что Я общался В этой среде И как бы Смотрите Так Обстановка Располагала Чтобы Этой темой Интересоваться И Ее Копать Педалировать И Разбирать Вот Так Теперь 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 я посмотрю Ваши вопросы И параллельно Их можно задавать Конечно же Дальше Так Что тут за Василий Воду мутит Я не могу понять Его забанили Не забанили Он Портит Дисциплину Или нет Пошутил Разбаньте Так Обмен веществ Ускорить Есть Правильно Как понять Что нужно Мне Как понять Что нужно Вам Вот нужно Выполнять Вот те Простые Вещи И Вы Интуитивно Будете Понимать Вы Интуитивно Будете Понимать Что Вам Нужно Есть В нужный Момент Потому что Вас будет Пробивать На нужные Продуктовые Позиции Какие Каши Нужно Есть Гречка Овсянка Если Овсянка То Цельнозерновая Не Исплющенная Рис Пшеничная Крупа Кукурузная И так Далее Манная Каша Ее Можно Есть Но Вот В тот Самый Ежедневный Ритуал Поедания Каши Она Не Вписывается Задача Каши Разрыхлять Содержимое В общем Ладно Не буду Углубляться В этот Нюанс Сейчас Еще Вам Тут Наговорим Минут На 50 Как Пить Воду До Еды Или После Еды Пьете Стаканчик Воды С утра Стаканчик Днем И Стаканчик Перед Сном Остальное По Желанию Убеждение Вот Популярное Такое Убеждение Утверждение Что нужно Пить Два Литра Воды В день Это Все Такое Достаточно Усредненное Значение Которое К какой-то Части Подойдет Какой-то Нет Вот Поэтому Утром Вечером Днем Пейте Воду Остальное Вы Просто Пьете По Желанию И Важно Не забывать Что Вода Есть Нужно Регулярно Пить В минимальных Количествах У меня Даже заплетается И Тогда Вы Будете Пить Запах Обезвоживания Эффективность Пищеварения И Обмена Веществ Сильно Падает И Появляется Такой Необоснованный Голд Так Не хочу Беднеть Чтобы Перестать Жрать Вот Это По Нашему Вот Это По Нашему Так Михаил Помогите Мне 33 Года Рост 170 Вес 88 За Последние 2 месяца Набрал 3 Килограмма На Пицце Что Мне Делать Тяжело Хочу Нормально Мало Питаться Есть Естественно Диету Вот Я сказал Что Нужно Делать Можете Прийти На Курс По 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 Денью Есть Уже Готово Решение Там Вас Скажем Так Не Сочетите За Оскорбление Просто Протягивают За Ноздри К Результату За Месяц Вы Каждый День Получаете Кусочек Теории Каждый День Вы Получаете Видео Урок Длительностью До 15 Минут В котором Разъясняется Одна Из Запланированных Тем Каждый День Вы Получаете Список Задач Которую Вам Нужно Сделать Сегодня И Каждый День Вы Делаете Отчеты Отчеты То есть Вы Не Остаетесь Сам На Сам С Проблемой Вы Делаете Отчеты Вы Фоткаете Еду Фоткаете Себя На Тренировках И Задаете Вопросы Если Они У Вас Есть Таким Образом Вы Получаете Обратную Связь То есть Если У вас Есть Какие Ошибки В Рационе Вы Что-то Там Начинаете Филонить Вы Сразу Получаете Обратную Связь Оценку Своих Действий И Получаете Ответы На Свои Вопросы И К концу Курса У вас Все Тараканы Которые Были По Этой Части Они То Вы Просто Понимаете Как Как Это Работает Как Это Устроено И Вас Очень Сложно Обмануть Просто Потому Что Вы Получаете Такой Минимальный Уровень Экспертности В этом Вопросе Успехов Протсветания Спасибо Какой Простой Комплекс Упражнений Могу Париками Давать Начинающим Для Чего Комплекс Упражнений Для Чего Для Всего Для Того Чтобы Наладить Систему Общеварения Я Уже Сказал Вам Что Нужно Бегать По Этой Технологии Можно Плавать Можно Прыгать На Скакалке Можно Наложить Это На Упражнение Но Это Уже Сложнее Мне Придется Объяснять Вам Пару Часов Наверное Специфику Как Это Нужно Делать Плюс Мало У кого Получится Это С Вот И Поэтому Можно Бегать То есть Тут Основное Что Должна Вот Этот Промежуток Времени Интенсивно Работать Дыхалка И Сердечно-сосудистая Система Можно Можно Ли Сочетать Кашу И сыр Да Еще Один Нюанс Если Вы Используете В Своей Вот Этой Простой Методике Которую Я вам Даю Нос Чешется Я опять Не вру Хотя НЛПшники Скажут Что Это Не так Еще Один Нюанс Если Вы Разделяете Белки И Углеводы Если Вы Разделяете Белки И Углеводы То Это Еще Лучше Сейчас Не буду Углубляться Что Это Такое Мы Чуть Чуть Уже Превысили Тайминг Кому Интересно Можете Можете Что Вы Можете Посмотреть Мои Старые Конференции Как Они Называются Ладно Еда Вкратце Расскажу Вся Еда Делится На Три Части Это Белки Углеводы И Фрукты Овощи Зелень Белки С углеводами Смешивать В одном Прямой Пище Нельзя То есть Это Такая Фишка Используя Которую Эффективность Пищеварения Тоже Повышается Белки Это Вся Живность Это Мясо Это Рыба Это Птица Это Молочные Продукты В том Числе Углеводы Это Вся Рассетительная Еда Которой Можно Утолить Голод Это Каши Это Мучные Это Макароны Это Картошка И так Далее Все Чем Нельзя Утолить Голод Все Растительное Чем Нельзя Утолить Голод Это Фрукты Овощи И зелень Так вот Белки С углеводами В одном Прямой Пищи Смешивать Нельзя С овощами Фруктами Можно Смешивать Все И белки И углеводы Молочная Продукция Это Исключение Которое Можно Использовать С углеводами То есть Молочная Продукция Это Тоже Белки Но Их Можно Использовать С углеводами Яйца Это Тоже Белки Ну Вы Поняли В общем Так Идем Дальше Так Если стакан Водички С утра После пробуждения Не идет Как быть Да Пить через силу Вот эти Три раза в день Нужно Выпить воды Через силу Если стакан Не идет То зайдет Полстакана Полстакана Выпить Не сложно Если заходит Стакан И больше Окей Ну То есть Не то Что вы там Запихиваете В себя То есть Минимальная Доза Это полстакана Полстакана Это 100 мл Стакан Условно говоря Это 200 250 мл Полстакана Обязательно Остальное По желанию То есть Ежедневный Ритуал Три раза в день Воды Водички Нужно Выпить Так Через силу Да Да Через силу Важно Воду не путать С чаем Кофе Компотом Борщом Кока-кола И так далее Многие говорят Там нужно пить Такое-то количество Жидкости Нет Не жидкости А именно воды Чистой Прозрачной Без газа Всяких примесей Потому что Все сладкие напитки Они включают Вашу систему пищеварения Это плохо Возникает Аппетит И будет Жор Поэтому Вода Это вода Не путайте Сладкие напитки Можно включать Просто в прием пищи Либо сразу После приема пищи Либо во время Их Можно использовать Так Как Лучше бегать Рано Утром Или поздно Вечером Когда есть время И когда не в лом Это самое Самое лучшее время Самый лучший вариант бега Если у вас Есть возможность выбора Либо утром Либо вечером В силу вашего графика Занятости Это вообще замечательно В таком случае Лучше бегать Ближе к вечеру Вот так где-то После 3 часов Это наверное Идеальное время С 3 до 5 Либо вечером Вечером Можно побегать И завалиться спать Утром 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 Просто если вы побегаете То У вас может Пострадать Продуктивность дня То есть Какая-то сложная Творческая работа Может не получиться Потому что вы были такой Чуть-чуть вялый Но тоже можно бегать Но имейте ввиду Что будет Вот такое вот нечто Окей На этом я заканчиваю Рад был всех вас видеть Если у вас Остались какие-то Вопросы Вы можете Написать мне В личку Вконтакт В фейсбук И даже В инстаграм Но Когда пишете Описывайте Свою проблему То есть К примеру Если у вас Сколиоз Сколиоз Вы говорите Там у меня Сколиоз В такой степени Что мне делать Окей Описание проблемы Был позвоночник поломан или нет Не был Окей Снимки Если есть То присылайте Фотографии спины Присылайте Вот Ну все в таком духе Если По похудению Либо по другим Значит Вопросам То тоже Вопрос должен быть Конкретным Понятным Желательно Чтобы не нужно было Ничего уточнять Так Еще один вопросик Как А Был он уже Окей На сегодня все Рад был всех вас видеть И До новых встреч Я буду стараться проводить Свои эфиры регулярно Раз в неделю Эфирный день У нас Наверное Будет среда Наверное Будет среда Среда Как раз таки Середина недели И в среду У меня нет тренировки До новых встреч Продолжение следует